девчули всем привет меня зовут Анна Гришанкова я сегодня ваш спикер на канале Эми надеюсь вы за меня соскучились я за вами да сегодня будет у нас очень крутая тема сегодня будем наращивать на гелевый типс ноготь будет морской с использованием новых витражных гелей с использованием техники с сжатой жатой такой пленочкой также будем рисовать сегодня акварелью класс и я думаю что вам конечно понравится сделаем сегодня не такие гигантские ногти сделаем человечий ноготь плюс минус да ну который про запрос больше от клиентов буду показывать прямо на живом на живом пальце без типсов так что будет круто смотрите до конца все погнали на стол и будем работать тикс сейчас выключаем масочку так темы сегодня наращивание на гелевые типсы гелевые типсы я обожаю обожаю делать дизайн именно ими себе и наращивание с клиентами тоже классно с ними работать классно что это ногти длинные такие экстремальные которые просят сейчас достаточно часто но это как бы уводит вас от постановки форм и так далее как мы подбираем типсом типсы арочный гель они очень мягенькие они вообще очень кайфовые в работе и подбирать лучше чуть-чуть поменьше то есть вот для больших пальчиков больше вот такие вот размеры да здесь предусмотрено но я взяла четверочку четверочку в чем прикол почему так мы выбираем смотрите у нас на гелевых типсах есть вот такие усики есть усики которые когда мы прикрепляем типс они раздвигаются видите они такие очень гуттаперчевые мягенькие усики блин тоже хочу длинный ночь ногти но никак не соберусь надо сесть и делать таня вы что мне хватают за руки все покуп в округе просто и спрашивают носики и дурацкий вопрос спрашивают но и и это очень хороший повод завязать диалог о том что ты мастер маникюра дать контакты и просто знаете взять и нарастить клиентскую базу из ниоткуда практически так вот когда вы прикрепляете вот эти усики раздвигаются у вас кончик становится намного уже идите намного уже и здесь как раз закладывается материал при поджатии когда мы будем с вами поджимать сегодня ноготочек до при поджатии получается что вот в это вот узкое место когда вы заужаете окончание ногтевого ложа видите у вас закладывается от точек в роста сейчас покажу вот от точек в роста закладывается материал который у вас образует боковую стеночку видно так понятно что я имею ввиду то есть вы можете заложить материалы его достаточно много до миллиметра закладывается поэтому боковые стенки получаются очень жесткие ногти получаются очень носибельные очень прочные кто не смотрел эфир про наращивание на гелевые типсы посмотрите обязательно он есть и в ленте здесь в кае на youtube уже выложили вот о чем я говорю когда у нас уходит немножечко здесь не четко идет до точек в роста по прямой и не шире то у нас при поджатии еще уже становится вот это вот место и вот сюда закладывается материал чтобы сделать наш ноготочек очень прочным по бокам по сторонам и тем самым он становится очень носибельным если вы слышите как храпит моя собака это она передает вам большой привет нас сегодня специальный гость это мой пес его зовут пан обычно со мной сейчас на работе и он сейчас спит поэтому вы можете слышать он это французский бульдог они храпуны они храпят так эта схемка нам еще сегодня пригодится я ее пока откладываю и пока буду сейчас работать много . так сейчас вам приближу хорошо видно итак потом мы смонтировали типсик я его монтировала на базу я монтировала на шестую базу вот на такую чтобы смонтировать нам нужно с вами запилить контактную зону на ногти и контактную зону на типсе и соответственно смонтировать зафиксировать это все в лампе и теперь нам нужно убрать вот эту ступенечку делается это очень быстро как видите это совсем захватил делается это очень быстро и ноготочек у нас становится уже практически до полу готовый очень внимательно смотрим вот на это место я его еще немножко потом подпилю но здесь у нас не должно быть галок что я имею ввиду под галками вы можете если прикрепить очень узкий тип стон у вас будет заканчиваться раньше чем . в роста этого нельзя допускать у вас должна быть боковая сторона входить в точку в роста и быть ниже нее и не заканчивается выше нее а иначе вот здесь вот пойдет у вас трещина поперечная если вы здесь нарушите вот этот вот закон можно сказать так теперь мы берем с вами насадочку я возьму в чем отличие гелевых типс от обычных которые раньше на клей клеили раньше были очень плотный материал вот этот пластик из которого делали типсы он был очень неподвижным сейчас типсы которые делают их очень легко гнуть они очень подвижные и они твердые в основном за счет потом покрытия но они не то не совсем прям узнаете как бумажки конечно но они очень эластичные это новое поколение полимерных материалов из которых делают типсы очень удобных в использовании убираю быстренько блеск с ноготочка да девчонки понятно что я сейчас в демонстрации нахожусь поэтому зону кутикулы я сейчас не сильно прохожусь мне нужно до вас донести как наращивать да поэтому не смотрите пожалуйста на зону кутикул я ее прямо сильно сильно сейчас акцентировать на ней внимание не буду также запилим очень хотелось посмотреть такой урок ну супер супер значит все удалось запиливаю легонечко тоже убираю блеск стипсы плюс еще смотрите какая история раньше типсы клеили на клей клей для типсов это вообще отдельная песня были конечно гелевые клея но в основном клей для типсов это очень токсичное такое вещество и конечно она разрушаем и водой очень сильно то есть теперь типсы в основном прикрепляют на базу то есть это фактически наращивание получается да потому что раньше когда мы клеили типсы на клей вот здесь вот стрессовой зоне вот здесь вот стрессовой зоне у нас образовался потом пузырь воздуха когда клей разрушался до запись будет будет ли запись халечка привет нашу маму это ты там показывать да я такая успеваю и тут и там привет . это девочки из клуба у нас эми артут где мы как раз делаем вот такие штуковины всякие разные уже и тут и там тоже отслеживают эфиры да когда был клей вот здесь вот стрессовая зона она постоянно была подвержена разрушению извне то есть вот с внутренней стороны с тыла клей разрушался у вас получался пузырь воздуха прямо в стрессовой зоне вот смотрите где я сейчас нажимаю видите у меня появляется беленькое окошечко беленькое окошечко это и есть стрессовая зона то есть это вот если вы например ударяетесь ковыряете что-то ногтем вся как бы все напряжение идет вот сюда где белая сейчас пятнышко вот еще раз повторяю также вы проверяете у клиента это место как раз которое нам нужно лучше всего укрепить а лучше даже укрепить не четко здесь а чуть выше потому что если вы посмотрите например вот на эти ногти то у них апекс он построен практически у точек в роста и потом идет по прямой потому что когда он будет отрастать у меня вот эта вот зона которую я укрепила она переместится как раз в зону стресса соответственно здесь такая же история опять нажимаю чтобы вам было видно видите то есть вот она зона стресса на чуть ниже точек в роста если мы ее перемещаем чуть ближе к кутикуле мы себе делаем запас на то что ноготь отрастет и как раз у нас самая укрепленная зона сместиться в нужное место а если мы ее сделаем четко там где она сейчас видите то при отрастании она смещается вперед и получается что она вся переходит на свободный край и он очень сильно утяжеляется отсюда вот получается что здесь потом идет разрыв вот здесь вот карман вот такой вот хлюпающий потому что очень тяжелый кончик если вы смещаете вот сюда всю толщину материала то потом она перемещается на самый край а здесь у нас отросшая часть а здесь совсем немножко потому что мы пошли на подъем понятно поэтому лучше немножко и зону стресса уводить ближе к кутикуле то есть резкий достаточно подъем и потом плавный 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 спуск так двигаемся дальше по нашей схеме что нам нужно укрепить то что сейчас я вам показывала находится вот примерно здесь то что белело окошечко то что нам нужно укрепить чуть выше вот она зона апекса соответственно все что вот здесь вот не играет роли практически в носке поэтому здесь нам сильно чего-то городить огороды не нужно я пробовала на специальный гель его ничем не снять тоже может быть только спиливанием вот поэтому мы укрепляем в основном у кутикулы нам тоже не нужно на тоже не нужно шаманские рисунки пошли то есть нам в основном нужно укрепить вот это место вот это место что мы соответственно и будем сейчас делать так если вы пользуетесь вспомогательными какими-то жидкостями самое время сейчас на этом этапе ими воспользоваться я их пропущу поскольку это у меня вариант такой который чтобы только показать до я наношу всю ту же базу я очень люблю работать с 6 базой она по цвету мне очень нравится и она прям знаете прилипает намертво я ее обожаю ну собственно говоря 2 4 но не все вот в принципе сделаны на одном сырье только разные цвета поэтому у них сцепка просто железобетонная даже знаете на самых поганских ногтях она держится очень хорошо моих клиентов например я ее просушиваю сейчас и беру soft milk будем сейчас работать soft milk гель у меня будет такой молочный переход в цвет смотрите чтобы нам не накосячить мы себе определяем место которое нам нужно укрепить максимально я очень люблю работать сразу материалами я не люблю работать пилкой я мастер который работает моделированием есть мастера которые работают а пилом я работаю моделированием хочу это подчеркнуть еще раз проверяем где у нас зона стресса вот она да видите я вам прочерчу я этой жизни не делаю сразу говорю я просто чтобы вы понимали что я вообще делаю вот меня волнует очень сильно вот это место понятно прочертила специально по липкому слою чтобы вы понимали почему я именно сюда сейчас положу материал я люблю очень четко положить чтобы потом не пилить и так кладу капельку прижимаю приподнимаю и закручиваю все материал я положила теперь начинаю распределять его в ту зону которую мне нужна и никуда больше поскольку больше мне никуда пока не надо лазить зато я четко буду знать что я эту зону укрепила хотя бы уже плюс миллиметр до проверяем класс то есть я укрепила это место которое мне должно держать мой ноготь могу еще даже чуть-чуть взять материала и положить не в то место где белеет а чуть-чуть повыше вот видите очень заметно что я положила именно туда немножко подровняю при этом я никуда ничего не течет я ничего там не ловлю не отлавливаю вами оба это все не превращается это лежит четко так где мне надо все сушу я прихватываю буквально 10 секунд до 10 и ставлю зажимчик чтобы у меня уже чуть-чуть поджималась ставлю невысоко если вы ставите очень высоко клиенту начинает быть больно и до суши вам да можно монофазму вообще абсолютно же без проблем женя монофазом я сейчас тоже монофазом возможно поработаю посмотрим как пойдет можно монофазом просто я сегодня взяла софтмир потому что у меня такой дизайн будет не потому что больше ничем нельзя это делать да вы же понимаете что так отличненько эти поджали он уже у нас такой худенький получился красивый и теперь я делаю все остальное теперь я выкладываю везде промазываю до конца нарастить ведь ногти понимаете там много разных способов может быть я вам показываю просто как разобраться потому что очень часто наблюдаю что мастера кладут эту каплю и воздякают ей воздякают знаете не бездумно просто абсолютно какая у вас кисть у меня вообще художественную кисть я люблю очень овал шестерку эми здравствуйте не сначала зашла типся на какой материал клеили базы гель на базу на шестую так теперь берем пакетон прикладываем можно это делать пищевой пленкой также и так вот нажим мягким пищевой пленкой больше получается всяких штучек разрезиков и сушим я люблю очень кисточки длинные чтобы они были чтобы был длинный ворс чтобы не стягивать материал на собой сейчас у меня уже прихватилась и опять ставлю зажимчик гель вообще можно сжать эти девочки бесконечно гель такая штука жми жми не пережили этаж не акрил который застывает как камушек и все гель он такой достаточно гуттаперчевый материал он разжимается когда тепло сжимается когда холодно наверное вы все замечали что в жаркую погоду они более текучие в холодную становятся более густые также и в лампе могут быть более текучие более густые вот такая вот штуковина у меня получилось и теперь я беру наши витражи пока отложим в сторону витражи новые витражные гели сегодня ими поработаем и буду делать дизайн сразу же так дизайн начну наверное с малинового прямо так вот заполняю затыкиваю все это все подопил конечно же понимаете да такие штуки тут можно знаете миллион конечно эффектов делать разных экспериментировать что будет получаться дальше возьму сиреневый потому что он хорошо является очень хорошим промежуточным между розовым и зеленым потому что если розовый зеленым перемешаем получится не очень красивый оттенок так наношу потихонечку можно прям по мокрому смешивать новый какой-то цвет чтобы они плавно друг дружку переходили можно кстати посушить на этом этапе да конечно можно их обморачивание тушили витражные геллаки это геля геля свет с эффектом витражей все прихватили тем более что мы видите частично сейчас сделали мелком soft milk гелем сюда же можно твини геля а есть у нас были в коллекции не так давно очень крутые твини гели они с глиттерами классные так сейчас немножко здесь переходе к потыкаем чтобы не был такой четкий смешаем слушай а можно конечно можно конечно можно натуральных использовать это же прием техника вы можете и на наращивание использовать и на натуральных можете использовать без проблем абсолютно так и теперь закрываем витражи и опять мелком сейчас сделаем ну будет прикольно все знаете сейчас открываться будет при апеле очень красиво опять же наношу на весь ноготочек то помните что мы уже с вами укрепились стрессовую зону и нам осталось только под нарастить вот в бока и заодно мы сделали так чтобы вот здесь нам не путаться потому что здесь у нас разная везде высота чтобы тут нас тоже знаете не смущало это поэтому мы сначала сделали все обратите с этой стороны чтобы зачерпывать и главу в этот объектив не лазить кисточкой все сейчас он такой у нас немножко конечно не совсем идеальный потому что мы делали пленку сушим сейчас тоже у меня приходится буквально 10 секунд я еще раз зажму будем протирать так чувствую по потому что начала припекать что прихватывается все зажимаем и сушим когда зажимаете девочки пока слушаться просушивается до конца еще вам расскажу про зажима кто не знает у нас есть точки в роста и точки в роста они уже находятся друг напротив дружки на ногтевом ложе вот за вы зажим ставите не в точке в роста а вот на этот язычок то есть где-то за 5 миллиметров до точек в роста потому что если вы уже поставите выше то у вас будут белые вот эти вот кружочки высоко и будет испытывать клиент дискомфорт то есть вы должны зажимать чтобы клиент вообще дискомфорта никакого не чувствовал а не чувствовать дискомфорт он будет если у вас белые пятнышки вот эти вот которые от зажатия будут ниже точек в роста то есть если у вас вот билеет сейчас я их черным закрашу но вообще они белеют если у вас белеет ниже точек в роста значит вы зажим ставите правильно если белеет у вас ногтевое ложе в точках в роста скорее всего вы услышите звуковой сигнал от клиента ай-яй-яй потому что ему будет дискомфортно все ноготочек у нас готов у нас просто прекраснейшая арка забубенная я бы сказала даже обожаю арки конечно это очень красиво эстетически выглядит протираю евро клинцером и подопил можно спиливать быстрее машинкой на аппаратом но сейчас я не буду вам махать аппаратом и жужжать потому что очень неприятно на камеру он жужжит я спилю просто пилочкой сразу же предвижу ваши вопросы что у меня запилка у меня девочки одноразовый файл прикрепленный на деревянный шпатель поэтому я просто не люблю с железными шпателями пилить потому что для меня они очень тяжелые и я поэтому прикрепляю иногда файлики на одноразовые шпатели то есть смотрите зону у на ногтевом ложе я практически не трогаю мне важно запилить только кончик до точек в роста потому что у меня там пока бардачок такой да то есть вот этот весь бардачок мне нужно привести в порядок позже возьму пилочку пилка здесь подойдет 100 на 180 для материала где приобрести такие шпатели но в любом магазине проф материалов это шпатели девочки для косметологов или для мастеров шугаринга если у вас зависает просто перезайдите все значит просто интернет не такой быстрый я сейчас скорость новую взяла интернетов в офис поэтому не должно зависать ничего он и был неплохой сейчас еще быстрее знаете каждый эфир бывает такое что у кого нибудь зависает поэтому просто перезайдите еще разочек старайтесь все аппаратом это было бы немного быстрее понимаете да но просто он очень такой жужжащий и не очень приятным вот смотрите какие получаются штуковины разводы видите на стыке очень-очень красивые так пока у нас все это такое вот матовая мы можем порисовать еще что можем сделать например взять водичку кисточку кисточку у меня к м3 да можно заказать деревянные к м3 берем очень классная кисть я ее просто тоже обожаю так берем с вами что мы еще берем салфеточку чтобы выжимать кисточку я кладу ее просто на полиэтилен потому что у меня подложим белый лист чтобы не бликовала вам ничего не не расфокусировалась и кладем салфеточку и берем белую краску можно белую акриловую краску брать здесь у меня детская акварель самое обычное вот знаете за три копейки я не знаю сколько он стоит там рублей 100 наверное набираем с водичкой акварельку и начинаем что-то вот прорисовывать например нарисовали сполоснули и одну сторону вытерли прямо водичкой разбавили и собрали сухой кисточкой получился вот такой вот разводик с растушевкой сейчас фокусирует давайте еще также поделаем например тоже набираем можно салфеточкой делать сейчас возьмем безворсовую салфеточку берете например вот так вот и безворсовой салфеточкой собираете излишки вот такие штучки здесь подсохла здесь можем еще взять капельку поставили и салфеточка собрали это необязательное условие это вот если вам просто захотелось еще что то добавить на самом деле если у вас будет пищевая пленка я сегодня делала пакетиком пищевой пленкой всегда больше вот этих вот разводов получается поинтереснее она тоже помягче получается поинтереснее такая штука прикольно прикольно давайте еще попробуем вот здесь вот внутри поставить капельку все где может давайте еще на ногтевом ложе сделаем да мне хочется еще здесь вот такую штуку тоже сделать вы бежал от вас ну все теперь мы с вами перекрываем это все т классом давайте уберу из кадра то перестает фокусировать вот перекрываем т классом получается вот такой вот эффект сушим и и сейчас мы с вами еще нарисуем морскую звездочку чем перекрывает т классом топом без остаточной липкости вот с остаточной липкостью нас вышел новый продукт вот такой вот текстур paint это текстурная паста она засыхает в разную толщину очень мягенько с ней безумно приятно работать и сейчас я и тоже нарисую морскую звездочку вот я показывала кому-то видите она как лежала так и лежит она вообще не оплывает и не обнякает она держит фактуру что такое текла стоп без липкости олесь так берем наш ноготочек но в принципе не так на самом деле нравится можно лучше пару дней было добавить и все но так нам чтобы поинтереснее чем туда еще с вами поделать давайте морскую звездочку нарисуем например по ну-ка не храпи храпуха так она достаточно простая в использовании но на вообще не растекается поэтому вы можете взять и нарисовать сначала вот такую букву а как детстве мы рисовали знаете звезду а потом потихоньку и начать обводить причем тут вы можете сделать так что ваша морская звездочка будет и выпуклая немножко с шипиками и такая знаете как живая вот текстурная паста она может накладываться прямо на топ высыхает она без остаточной липкости я могу вот так специально создавать какие-то шипики на морской звездочки чтобы она была фактурная она высыхает абсолютно матовой и вы можете ее уже ничем не перекрывать мне она сейчас интересно тем что она мне создаст рыхлую матовую поверхность а по матовой поверхности я могу рисовать опять же акварельными красками привет галина нет привет и вы вот так вот не торопясь весело болит болтая с клиентом можете тын-дын-дын все это рисовать даже не обязательно тонкими линиями обладать на навыкам рисования тонких линий можете вот такими прижимными движениями это делать сформировать эти лучики и она получается вот такая вот рыхленькая у нас можете прямо не стесняясь накладывать объем можно даже посушить и потом еще наложить объем чтобы она еще объем не было но это смотря какому объему готов у вас клиент на хочет он чтобы у него это было по объем не или не хочет вот такая например морская звездочка и просушиваем ее в лампе перекрывать топом можно не перекрывать но я сейчас смотрите девчонки я ее разукрашу сейчас акварелью поэтому я ее все-таки тоненько перекроем вельвет топ гелем чтобы она мне была матовая но вообще не надо то есть смотрите у меня вот эти ногти они тоже сделаны это и вот штукой фактурно видите вот эти вот ребрышки перышки они тоже так сделаны я наносила потом прорезала их до типсу лежат с прошлого эфира если вам прям про текстурную пасту интересно подробнее то можете пойти на youtube я там вот таких два типсика в прошлом эфире показывала и как раз рассказывала про эту пасту и показывал как прорезать и и поэтому можете сходить посмотреть еще вот этот эфир а так она самая ее большая отличительная черта что она не оплывает и не течет вот это вот как каракозябру вот эту вот круглую я сделала знаете дня четыре назад показывала девочки кому приходила ученица я показывала ей с чем она отличается например это от импасты потому что импаста это все-таки гелевая краска вы ее если положите густо она может не просохнуть если в барельеф в сильный прямо положите а это барельефная текстурная паста вы ее как раз можете в барельеф можете например делать цветочки и у них у этих цветочков лепесточки объемные такие более объемные можете поверх я потом разукрашивать короче у него знаете на самом деле столько разных всяких функций мы их еще до сих пор сами изучаем потому что сейчас все новые новые идеи у нас появляются так ну вот я беру опять акварельку и я хочу знаете что сделать я хочу розовеньким покрасить ее эту звездочку все прям беру и акварелькой вот так вот крашу у меня сейчас акварель видите как себя ведет она меня затекает в промежутке стекает выпуклости и затекает в промежутке прикол вот и уже сколько вы хотите там столько и оставляйте если не хотите чтобы она сильно там в промежутках была чистой кисточкой вынимайте можете оставлять и это не ногти то когти павел павел вы не из нашего порядка сразу видно мы здесь от таких ногтей балдеем возьму еще желтенький потому что такое знаете вот часто бывает коралловый может быть оттеночек то у звездочек чуть-чуть могу подкрасить где-то нет красным не хочу хочу еще чуть-чуть розовенького добавить но все можно прям понатыкать чтобы она была прям как настоящая как живая и все вас это засыхает на воздухе и берете вельвет топ гель капельку маленькую и после того как просохла на воздухе можете прямо вот знаете втирающими движениями перекрыть просто чтобы вас акварелька не смылась у клиента в море вот если вы белое делаете или если вы подкрасить и пигментами эту текстурную пасту то можно этот этап пропустить но я ведь и белым сделала подмалевок и разукрасила акварелькой поэтому я и покрываю тонким слоем топа именно для того чтобы у меня не ушла никуда акварельная краска акварельная краска просто художественная слушаем можно на этом этапе завершить можно например еще что-нибудь поделать пасты белой сверху если хочется сделать какие-то например пупырышки на звездочки вот топ матовый вельвет топ он позволяет быстро начать дальше работать и подсушить попозже я могу взять например и какие-то шипики там подкрасить беленьким то здесь я делала ее такую знаете рыхлую натуральненькую можно не делать можно оставить вообще просто как есть морской дизайн сразу на море хотелось да я сегодня тоже такая вот думаю надо чем-то морское замутить возьму еще черную пасточку обожаем пасты работать кто у меня смотрит давно знать что мне почти ни один дизайн не обходится без черной белой им пасты можно например там где-то немножечко оттенить она чуть побольше было видно и просушиваем тут уже все две минутки про надо сушить чтобы окончательно все хорошенечко просохла и собственно говоря все готовенько вот можно повторюсь просто с такими разводами вы сегодня берите просто себе в работу какие-то идеи не обязательно прямо повторять точь-в-точь один в один всегда там именно такую длину можно повторять и на короткие ногти да можно и на натуральные ногти пожалуйста повторять можно там с кем-нибудь капельками можно туда литров еще напихать они там будут переливаться все вот такая арка у нас получилось с вами вот такой ноготочку он супер прочная прям нажимаю он прирост к моему вообще классный и сегодня я еще вам показала как именно работать по зонам по тем которым вам нужно они просто так вот вслепую возякать гелями да как разбирать и думать где мне надо положить где мне не надо положить как добиться вот такого интересного эффекта как использовать материалы и для ногтей и вообще не не ногтевые материалы да самое главное очень четко соблюдайте вот эту вещь если эта вещь будет соблюдена то все будет окей если вы здесь поломаете вот эти ребра жесткости то будет не окей но все девчонки я думаю что сегодня эфир удался он такой действительно морской получился интересный эффект вообще мне очень тоже нравится сейчас буду на него любоваться может быть и все ногти такие переделаю классный классный эффект очень интересные витражные гель и вообще огонь очень очень красивые сочетание цветов очень классная подобрана тоже вот поэтому всех вам всем морских красивых ногтей всем таких воодушевленных уже с чемоданным настроением клиентов которые потом прият с впечатлениями будут вам рассказывать ну и конечно же не бывает не забывайте про себя дорогие мастера если у вас есть возможность то конечно же используйте ее чтобы тоже насладиться и морскими видами и морской водой и зарядиться на новый сезон да уже скоро там не за горами новый год поэтому всем в отпуск вот а идеи надеюсь что пригодятся все люблю вас целую обнимаю каждую до новых встреч до новых эфиров пока пока